Партнеры программы. Сеть магазинов Абсолют. Сеть цифровых супермаркетов Снежный Барс. Снежный Барс. Снежный Барс. Но начнем выпуск сообщений о громком преступлении. В Улан-Удэ задержаны две несовершеннолетние девушки, которые убили свою подругу. Обе подозреваемые уже были судимы за кражу. По версии задержанных, погибшая сдала их полиции. За это они и устроили жестокую расправу над девушкой. Жертву избивали всю ночь, а после разбили ей голову камнем и задушили. По предварительной информации, 30 октября четверо подруг 16-18 лет, ранее все попадавшие в поле зрения правоохранительных органов за совершение имущественных преступлений, отмечали совершеннолетие одной из них. В ходе возникшей ссоры на почве неприязненных отношений, две девушки, именинница и ее подруга, совершили убийство несовершеннолетней. Это просто фонтанно все получилось по пьяни. Слово за словом, и вот так вот это все и получилось. Она просила, не надо, пожалуйста, на все, я не буду так больше, хватит, я вам деньги отдам. Сейчас девушки дают показания, после выяснения всех обстоятельств дела будет решаться вопрос о заключении их под стражу. И к другим темам. Золотые километры. В Улан-Удэ общественный транспорт может вновь подорожать. На минувшей неделе Александр Голков заявил о возможных изменениях в сфере пассажирских перевозок. Сегодня, по словам мэра, цены в улан-удэнских маршрутках одни из самых дешевых в России. Отмечу, в соседнем Иркутске стоимость проезда во всех видах общественного транспорта составляет 12 рублей. Как относятся горожане к нововведениям, узнавала Наталья Домбаева. Ожидали понижения, а получилось, как обычно. А в городском управлении муниципальной экономики рассчитали экономически обоснованные тарифы, которые, возможно, будут применены для улан-удэнского общественного транспорта. Так, стоимость проезда в трамвае повысится незначительно на 1 рубль. Тогда как пассажирам микроавтобусов придется заплатить за поездку 20 рублей вместо нынешних 17. Такие суммы обосновываются тем, что мэр Улан-удэн в минувшую пятницу заявил, разница между тарифами на автобус и трамвай должна составлять не менее 5 рублей. Мэрия планирует повысить цену за проезд в маршрутках и на трамваях. В маршрутках до 20 рублей, в трамваях до 15. Как вы к этому относитесь? Отрицательно. Почему? А пенсии не очень большие, чтобы ездить на таком транспорте дорогом. Тоже довольно отрицательно. Повысятся расходы, значит, на чем-то придется экономить, что не очень-то и хотелось. Во-первых, бьет по карману, но и зарплата не повышается, а цены растут и растут. 20 рублей, наверное, будет выгоднее. Там прочие мелочи поменьше в кармане будут валяться. Не знаю, но дешевле лучше, конечно, чем дешевле, тем лучше валяться. Но 20 проще будет. Отрицательно. А со стороны водителей можно понять, цены на бензин повышаются, на солярку. Так что, как бы, им тоже в убыток себе не хочется работать. Это мнение пассажиров отношения же водителей маршрутного такси к нововведению можно предугадать. Положительно. Скажите, насколько резонно вот это повышение цены? Как вы сейчас справляетесь? Ну, как бы, сейчас все равно, сейчас будет повышение на топливо. Стоянка дорогая, гаражи дорогие, как бы. Продукты каждый день дорожают. Все дорого, конечно, я считаю, за. Возможное повышение тарифов на общественный транспорт в мэрии комментировать отказались. Однако заявили, что решать их судьбу имеет право лишь депутаты Улан-Уденского городского совета. И, вероятно, уже на ближайшей сессии мы узнаем новые цены за проезд в маршрутном такси и трамваях. Наталья Домбаева, Вячеслав Батоев, Первая Альтернативная. Бурятию могут исключить из списка регионов, входящих в федеральную целевую программу. Наш регион причислили к списку так называемых аутсайдеров из-за низкого уровня освоения средств федерального бюджета. Регионы, которые, очевидно, не исполнят, не обеспечат стопроцентное освоение нарастающего долга всех средств по федеральной целевой программе «Туризм», исключить их, внести предложение по исключению их из федеральной целевой программы на 2016 год. В Бурятии в эту программу входят четыре так называемых кластера – туристские комплексы Подлеморья, Кяхта, Байкальский и Тункинская долина. Из этого списка построено лишь 10 объектов, лишь половина введена в эксплуатацию. Причина низкого уровня освоения федерального бюджета – позднее заключение договоров, говорят в Комитете по туризму республики. В текущем году, в 2015-м, у нас три объекта. Допустим, по Подлеморье – Шергеново и Мразоречья, Велка, там строится два объекта. Была чрезвычайная ситуация в Каганском районе, как вы знаете, летом. И, естественно, линия электропередач нуждается в просеке. И, соответственно, чтобы получить разрешение на начало работ, нужно было дождаться конца вот этой чрезвычайной ситуации. Как только ЧС закончился, естественно, работы начали с удвоенной силой производиться. К примеру, строительство сетей водоотведения в Иволгинском районе должны закончить уже в декабре этого года, хотя работы начались меньше месяца назад. Несмотря на факты, в Комитете уверены, что все идет по плану и уложиться в положенные сроки не смогут помешать никакие обстоятельства. Исключат ли Бурятию из федеральной целевой программы по туризму в следующем году? Мы пригласили побеседовать на эту тему эксперта в области туризма, ветерана туризма Жалсараеву Раду Домбаевну. Добрый день, Рада Домбаевна. Добрый день. Как вам кажется, велик, есть ли возможность того, что Бурятию исключат из федеральной целевой программы в следующем году? За то, что не все деньги мы израсходовали в этом. Ну, я так думаю, что все-таки, наверное, не исключат, а просто перенесут сроки, скорее всего. Будут подписаны, наверное, соглашения, может быть, они уже подписаны, о переносе. Да, это вполне возможно. А как вам кажется, почему не получилось освоить все средства в этом году? Ой, там огромное количество причин, но, наверное, в первую очередь, это, конечно, прохождение экологической экспертизы, что для нас очень важно, опять же, ее и проходить, но она занимает достаточно долгое время. В принципе, отрадно слышать, что не кризис виноват, потому что все у нас сейчас все сваливают на кризис. Вообще, какие территории попали под эту целевую программу? У нас вошли четыре кластера из Бурятии. Они не сразу одновременно вошли, но на сегодня уже четыре кластера. Это автотуристский кластер Кяхтинский, который связан с трассой, международной трассой в Монголию. Это автотуристский кластер Байкальский. Это как раз на пересечении двух межрегиональных и международных трасс. Это одна трасса, которая идет на Китай, другая на Кяхту. Это в Иволгинском районе. Как раз напротив Гуннского захоронения она находится. Затем у нас Подлимория. Это Кабанский район. Это Сухая, Энхалук. Вот это все эти населенные пункты. И Тункинский. Там, да, у нас кластер Тункинский. Есть ли какие-то уже итоги, да, программа, насколько я знаю, она с 2011 года идет, эта программа, да, будет идти еще не один год. Можно ли говорить о том, что какой-то из этих кластеров, он уже максимально приближен к тому, чтобы, ну, к завершению, да, скажем так, этой программы. Либо они у нас все в зачаточном состоянии. Нет, они еще пока, конечно, не в завершении, не в завершении. Но то, что уже дороги, дороги гораздо стали лучше, это уже, ну, просто-напросто уже мы все можем это все оценить. Дороги тот же самый, и, ну, в первую очередь, дороги, затем электроснабжение. И еще, конечно же, там и автодорожный сервис. Да, это очень, тоже очень важно, конечно. А что подразумевается вот под понятием целевой программы? То есть, что в этих кластерах нужно сделать для того, чтобы он назывался туристическим комплексом? Ну, это вот само по себе кластер, это когда, как бы, такой род деятельности, который объединяет очень многие предприятия, и который работает как бы на одну цель. Ну, предположим, это как Финляндия, это тоже можно назвать такой целевой кластер, это как изготовление бумаги. То есть, там связано с лесопосадками, потом из, вот как делают бумагу, ну, высокого качества бумага. Это вот Финляндия можно сравнить. Или же Норвегия, это рыбный, можно сказать, кластер. А у нас туристский кластер. Но это опять вся инфраструктура, чтобы доехать, чтобы поесть, чтобы поспать, чтобы все это посмотреть. И это вот как раз наше. То есть, это такой полный комплекс того, чтобы турист заехал к нам в Бурятию и уехал уже полностью удовлетворенный, под впечатлением всего. Спасибо, Рада Дамеевна. Ну, а мы продолжаем выпуск. Тем временем в Республике активно готовятся к Дню Народного Единства. В этот день проведут Всероссийскую культурно-образовательную акцию «Ночь искусств», которая продлится с 3 по 4 ноября. По традиции, она проводилась в музеях. Однако, Министерство культуры решило выйти за рамки и добавило даже передвижные выставки. В «Галакси» пройдет передвижная выставка «Резные наличники Бурятии». Ее представляет музей истории города Улан-Удэ. Собственно говоря, и в самом музее вечером состоится акустический концерт уландынской группы «Лайфис Кеплер». Ну, а в торговом развлекательном центре «Пионер» состоится литературный перекресток. Это площадка с участием поэтов и писателей Бурятии. Она приурочена буду литературы, безусловно. Искусство объединяет. Именно по таким лозунгам пройдет государственный праздник – День Народного Единства. Однако уже завтра горожане и гости столицы смогут насладиться звуками национальных инструментов народа России, одним из которых является деревянный Владимирский рожок. В третий раз наша столица принимает Всероссийский фестиваль «Многоликая Россия». Это оркестры, ансамбль национальных инструментов народов России. К нам приехали гости из пяти регионов. Это республика Хакасия, с Иркутской области, с Забайкальского края, с Красноярского, с Кировской области. И наша республика принимает участие. Нужно сказать, что этот фестиваль у нас проходит в два дня, 2 и 3 ноября, но галоконцерт выпадает как раз в программу «Ночи искусств». Специальным гостем этого концерта станет ей участница шоу первого канала «Голос дети» Эмилия Лиджиева. Галоконцерт начнется в 18.00 в Русском драматическом театре. 4 ноября обещают быть не менее увлекательным. В 11 часов состоится традиционный митинг, после чего в филармонии пройдет концерт для детей. В 2 часа русский драматический театр представит праздничный концерт детских творческих коллективов «Мы – это Россия». В нем также примет участие специальная гостья Эмилия Лиджиева. Параллельно начнутся мероприятия на площадках в торговом центре «Пионер». Не обойдет стороной праздник и театр «Кукол Улигер», который покажет спектакль «Легенда о вылочной юрте». И завершится праздник вечером в половине седьмого. Однако у лануденцев будет выбор, где его провести. В Бурятском театре у нас премьера спектакля 4 и 5 числа «Поющие камни» по песне «Бородина 6 жит». Это спектакль называется «Поющие камни». Новый спектакль, надеюсь, он тоже вызовет интерес у жителей республики. Ну а в театре оперы и балета состоится большой праздничный концерт, посвященный Дню народного единства театра песни и танца «Байкал». На прошедшей неделе жителей Бурятии удивила необычайно теплая погода. Но настоящая сибирская зима идет к нам семимильными шагами. Уже завтра метеорологи прогнозируют первые метели. 3 ноября, ближайшие сутки, по республике и в городе смещение циклона с атмосферными фронтами вызовет резкое ухудшение погоды. Пройдут осадки в виде мокрого снега и снега. По южной половине республики ожидаются сильные снегопады. Усилится северо-западный ветер с порывами до 18-24 метров в секунду. Установится снежный покров. В дальнейшем ожидается похолодание, понизится температурный фон. Дневные температуры будут отрицательными. В ноябре средняя температура ожидается всего на 1 градус выше, чем в прошлые годы. Осадки тоже будут в норме. Так что нам следует уже вовсю утепляться и готовиться встречать зиму. ДТП, пожары и кражи. Далее обзор происшествий от моего коллеги Баира Цедыпова. В ДТП в столице Бурятии пострадал ребенок. Ночью пьяный водитель вез 7-летнего мальчика в поселье. Он не справился с управлением и врезался во встречную машину. Школьник сидел на заднем сидении и был пристегнут только штатным ремнем безопасности. В результате аварии ребенок получил закрытую травму живота и разрыв внутренних органов. Сейчас мальчик доставлен в БСМП. В Лануде загорелся бревенчатый гараж. Хозяин спал в пристроенном к нему тепляке. Почувствовав запах дыма, мужчина проснулся и вызвал пожарных. Он пытался самостоятельно спасти свое имущество. Огнем были охвачены инструменты, личные вещи и автомобиль Хонда Цивик. Машину удалось потушить. Виновным в пожаре называют самого хозяина. Причина возгорания – короткое замыкание в проводах. Сумма ущерба устанавливается. В столице Бурятии по-прежнему идут поиски грабителей. Они отняли у мужчины барсетку. В ней находились деньги и документы. В совершении данного преступления подозреваются двое мужчин. Один из них азиатской национальности, на вид 35-35 лет, плотного телосложения, рост до 180 см. Был одет в удлиненную куртку темно-синего цвета с капюшоном, спортивные штаны темного цвета, кроссовки черные с белой подошвой. А также мужчина азиатской национальности, на вид 25-30 лет, хрупкого телосложения, рост 170-175 см. Был одет в куртку кожаную коротку черного цвета, джинсы синего цвета, при себе имел сумку типа рюкзак, расцветки, трехцветный камуфляж. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просьба позвонить по телефону 21-5802 или сотового 020. Пенсионерка из Бурятии покорила Килиманджаро и установила рекорд Гиннеса. 86-летняя Ангела Воробьева из Улан-Удэ взобралась на самую высокую точку африканского континента и тем самым стала самым пожилым человеком в мире, покорившим вершину. Пенсионерка отправилась в путешествие вместе со своей 67-летней дочерью и командой, состоящей из 14 человек. Экспедиция стартовала 29 октября, в день рождения старшей сестры Ангелы Воробьевой. Именно ей и посвятила восхождение на вулкан уландэнская путешественница. Отмечу, бывший педагог Ангела Воробьева за последние 10 лет успела побывать с дочерью в 9 странах мира. Женщины поднимались в небо на воздушном шаре, в подводной лодке опускались на 35 метров в Индийском океане, в гидрокостюме обследовали море на Большом барьерном рифе. Тем временем в Улан-Удэ тоже покоряли горы, правда пока только искусственные. В 26-й школе прошли соревнования по скалолазанию. Необычный для нашей республики спорт, однако, существует на протяжении уже 19 лет и активно развивается. Разрешите вас поздравить с открытием республиканских юношеских соревнований по скалолазанию. Ура! Сегодня у нас проходят традиционные республиканские юношеские соревнования «Бурятия-2015». Эти соревнования уже проходят несколько лет. Они у нас традиционно проходят осенью, где дети с 7 до 20 лет показывают себя сегодня конкретно в скорости. Перед спортсменами стоит довольно простая задача, как можно скорее добраться до вершины. На первый взгляд кажется легко, но не будем забывать, что карабкаться нужно вверх, а на пути скалолаза всегда есть препятствия. Иной раз попадется неудобный камень и сорваться можно в любой момент. Вот в дисциплине скорость 15 метров, вот представьте 15 метров, пятиэтажный дом. Пятиэтажный дом. На сегодняшний день рекорд мира составляет 5 секунд. Это у мужчин, а у женщин за 6 секунд. Некоторые по горизонтали так не пробегут. Мировые рекорды, конечно, удивляют, но и у нас есть свои рекордсмены. Федотов Антон добрался до вершины за 10 секунд, заняв первое место среди юношей. Вторые и третьи места не ушли далеко – 11 и 16 секунд соответственно. Среди девушек победителем стала Сидинкина Кристина с результатом 12 секунд. Известный гид по лучшим заведениям Улан-Удэ отметил День работников рекламы. На модной вечеринке побывала и наша съемочная группа. В минувший четверг журнал «Выбирай» с размахом отметил День рекламщика. Площадкой для мероприятия стал банкетный зал «Кэпитал Кристал Холл». В атмосфере непринужденного общения друзья и партнеры журнала смогли поделиться друг с другом актуальными новинками нового рекламного сезона. В принципе, достойно. На самом деле, я вижу, что хорошая организация, неплохой пульс-шед, самое главное, гости. Ну и ждем самого главного – дефиле. Это ежесезонная вечеринка журнала «Выбирай» в «Эйс Сизенс», прирученная сегодня ко дню работника рекламы. Сегодня мы собрали лучших друзей журнала «Выбирай». Это наши клиенты, это наши коллеги по цеху, для того, чтобы порадовать вас концертными номерами, для того, чтобы показать вам новинки и хиты сезона. На этот раз организаторы и партнеры вечеринки решили отличиться и не останавливаться только на шоу-программе. Сюрпризами вечера стали модный показ 2016, презентация шикарных зимних пальто и показ новой коллекции нижнего белья. Также были розыгрыши призов от партнеров в мероприятии. Народу нравится. Накануне в Лонденской филармонии состоялся концерт, посвященный выходу одноименного альбома, ставшей уже легендарной бурятской группы «Хамаугы». Гитара, ямайские ритмы и песни, идущие из самого сердца под занавес выпуска. Песня про возможность вздохнуть свежим воздухом. Мы все бежим, спешим, куда-то день за днем. Мы свой светлый образ, статус бережем, мы все желаем необъятное объять. Мы все боимся, как бы нам не опоздать. А я в поле пойду, а я присяду на холл. Какая здесь тишина, и как красиво кругом синевою небес. От души я напьюсь, здесь нет боли и зла, и кончается грусть. Субтитры создавал DimaTorzok На этом информационный выпуск завершен. Если вы стали очевидцем какого-либо события, снимайте его на камеру мобильного телефона и присылайте к нам в редакцию. Будем делать новости вместе. До свидания. В Абсолюте сладкие новогодние подарки от лучших кондитерских фабрик. Чем раньше заказ, тем больше скидка. Сладкий Новый год с Абсолютом. Включай выгоду на максимум в Снежном Барсе. Весь ноябрь купи цифровую или компьютерную технику и получи до 5000 рублей на следующую покупку. Подробности акции в Снежном Барсе и на сайте snowbars.ru. Акция до 30 ноября 2015 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова